Мы немножко с вами поработали с символами жанра, чуть-чуть посчитали суммы. Давайте уже сразу я вам расскажу, какая здесь открытая задача, нерешеная, про граф пыли, задача, про которую у нас совершенно нет таких мыслей, и мы вот сейчас докажем наилучший имеющийся здесь результат. Для графа пыли, давайте определение я не буду стирать, значит, для графа пыли есть задача о максимальных кликах. Задача о максимальных кликах. Что такое максимальная клика? Что такое вообще клика? Клика в графе, это когда у нас есть сколько-то вершин, и все они соединены трех. Вот. Размер максимальной клики в графе пыли. Насколько оно, это множество вершин, так что все вершины, соединенные ребром, может быть большим. Иными словами, эту задачу можно поставить так. Так, вот у нас есть множество А из ФП, да? Таков размер, значит, размер, размер, максимальный размер множества А из ФП, так что, если я возьму любые А1, А2, ну, не равные, да, значит, элементы из А, то их разность будет квадратичным вычином, то есть разность этих элементов будет принадлежать ФП. Таков максимальный размер А, так что разность этих двух элементов принадлежит ФП. И эта задача делается методом, я имею в виду, современной, так сказать, оценки здесь, делается методом тригометрический сумм, возможно, так сказать, не самый лучший метод, но вот это то, что мы имеем. И как, значит, один естественным образом возникает. Что значит, что разность элементов попадает в ФП? Это значит, что вот это вот уравнение, да, А1 минус А2 равно В, А2 из А, Р из Р. Это уравнение имеет очень много решений, да? Какие бы два элемента А я не взял, так сказать, у меня будут элементы З. Ну, то есть у этого уравнения, у уравнения, ну, сколько это значит? Именно а, негдефициент, по 2 минус, даже не надо, можно же брать, значит, А1, А2 и А2, А1, все равно 0. Давайте считать, что В равное негдефициент, уравнение, значит, А2, минус А решений. Вот. И самое главное, что уравнение тернарное, это вот то, с чего мы начали. Это уравнение с тремя слагаемыми. Вот есть А1, А2 и А, и значит, это потенциальный, так сказать, объект использования гигиометрических суток. Давайте я докажу такую теоремию, вот наилучший результат здесь. А вот, так сказать, слушатели могут подумать, возможно, тут какой-то несовершеннолетний подход. Между прочим, вот мы нашли соседей, значит, общих между х и у, как можно этот результат проинтерпретировать? Ну, например, давайте возьмем частный случай, когда у равно х плюс 1. Что это такое в терминах нашей последовательности из нулей и минус единичных? Что значит общие соседи у х и х плюс 1? Ну, это просто-напросто, что мы считаем количество вот таких вот элементов, да, что, значит, элемент х у меня принадлежит множеству r, да, и элемент х плюс 1 принадлежит множеству r. Получается, что если мы знаем, сколько общих соседей, мы можем посчитать вот такие вот суммы, и, значит, вот найти количество таких вот пар, что рядом с единичкой сосед там справа тоже единичка. У нас получился ответ b-2 на 4, ну, плюс небольшое, так сказать, достаточно, да, вот. Если бы наша последовательность из нулей, да, если плюс-минус единичка была бы случайна, несложно сообразить, что поскольку вариантов у соседей всего есть 4, да, два соседа рядом могут быть либо двумя единичками, либо минус 1, 1, либо 1, минус 1, либо минус 1, минус 1, получается, что, так сказать, количество вариантов, если наша последовательность из них не случайна, она должна и составлять одну четверть от пар. Правильно? Хорошо. Это, значит, теория. Размер максимальных двигей в графике появится меньше, чем в поле не стоит. Ну, давайте посмотрим, что это такое. Значит, мы имеем множество, да, так, что разность принадлежит множеству r, да, ну, давайте посмотрим, давайте запишем условие, что разность двух, любых двух элементов а попадает в b. Это значит, что вот эта вот сумма, как мы посчитали, равна очень много лен. Нужно, чтобы теорему показать. Давайте по стопу Гаусс, вероятно, мне нужно тогда что-то даже сказать про, собственно, что такое, экспонента капляского. Спасибо.